Как-то бойко прошло у нас два часа, но мы продолжаем нашу работу и возвращаемся в Испанию. Сейчас к нам должен подключиться Арсений Берзинш, специалист компании Бравос Эстейт с побережья Коста-Бланки. Должен подключиться, это слабо сказано, он подключается в данную секунду. Арсений, здравствуйте, видите, слышите? Так, 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 связь чуть-чуть. Так, так, нет, пока не слышно еще, сейчас будет слышно, надеюсь. Сейчас нужно привыкнуть, да? Да, вот слышно, единственное, конечно, немножечко связь прыгает, может быть, ну, ничего страшного, просто я думаю, просто не может быть не самый быстрый интернет, но в любом случае Арсений Берзинш... А ну, можно, который вы спали. Понятно, хорошо, так, теперь мы видим вашу рубашку, все, отлично. Арсений Берзинш, компания Браво Эстейт. Арсений, где вы сейчас находитесь? Я сейчас нахожусь в городе Кампео, это в 10 минутах от Аликанте, столица провинции Аликанте, ну, и это туристическая зона Коста-Бланка. Окей, скажите, ну, вот мы несколько часов назад общались с вашими коллегами из Барселоны, но тоже слышал, что, ну, все-таки Испания, она безумно разная. Как жизнь сейчас на Коста-Бланке? Опять же, какие-то ограничения государственного масштаба и что локально происходит? Смотрите, ну, и центр вообще всей эпидемии в Испании находится в Мадриде, да, то есть это 50% всех новых зараженных и, к сожалению, смертей тоже идут отсюда. Регион Коста-Бланку задело, наверное, менее всего, учитывая количество населения, которое здесь проживает. То есть в этом плане мы ничем не отличаемся от всех других западных стран, таких как Чехию или Афри. То есть у нас идет очень ровная линия, и в основном это именно приезжие. То есть это те, кто когда-то приехал в Мадриде, либо в Северную Испанию и так далее. То есть внутри распространения никакого нет. Что касается на улице, то, естественно, карантин вели по всей Испании, то есть даже вне зависимости от региона, где вообще ничего не было, карантин по всей Испании, что нам можно, что нельзя. То есть мы, естественно, можем ходить в магазины, в аптеки, есть ряд профессий и работ, которые могут ходить на работу, те же самые строители, работные медслужбы, это курьеры и так далее. Также, если у вас есть, конечно, собака, вы можете спокойно гулять. Единственное, конечно, куда-то там за 5 километров уходить нельзя. Это можно делать только одному, соблюдать дистанцию с другим людям. То же самое происходит и в магазинах. Сбегая вперед в магазинах, полки просто заполнены всем, чем только можно, и по количеству, и по ассортименту. То есть в этом проблем нет, но соблюдаются определенные меры. Это при входе в магазин стоит сотрудник, он смотрит, или вам помогает помыть руки, обработать, одевает вам перчатки, и вы уже идете за своими покупками. Ну и там правила работают один вышел, один вашего, чтобы не было никакого снотворения уже непосредственно внутри магазина. А вот коллеги из вашей из Барселоны сказали, что сами лично не сталкивались с какими-то проверками. Ничего, ничего, ничего страшного. Ваши коллеги из Барселоны сказали, что вы, что они не сталкивались, вы сталкивались с какими-то реально проверками. Ну, выходишь на улицу там в Аликанте, идешь по Аликанте, больше полиции стало, или, ну, каких-то там проверочных машин, или, в общем, как бы, такой уж совсем кордонной истории нет пока? Нет, в соцсетях, конечно, можно увидеть разные видео, где стоит полиция, проверяет кого-то, или задерживает каких-то нарушителей, да, ну, соцсети всегда что-то подобное раздувают. А лично я и мои коллеги, друзья, мы лично с этим не сталкивались. То есть гуляя с собакой, то есть у меня собака есть, полиция приезжает, или гвардия севиль, то есть это наша, ну, как ваша ротгвардия, то есть которая вас следит за порядками, то есть меня лично никто никогда не останавливал, у меня все очень спокойно. То есть в Испании это проходит, я думаю, наверное, получше, чем в Италии, то есть очень дисциплинированно, то есть люди все соблюдают, дистанцию, и парки закрыты, нет никаких мероприятий, чтобы можно было собирать больших групп и так далее. То есть все спокойно сидят дома, и каждый вечер 8 часов выходит на балкон, и у нас тут как будто на концерте аплодисменты, то есть в честь медработников, которые работают. Скажите, ну, такой личный абсолютно вопрос, вот как вы проводите сейчас свой день, тем более, что у вас, как я понимаю, частично все равно рабочий. Ну, то есть у нас в 14 марта мы все ушли на удаленную работу, ну, естественно, первая половина дня это проходит в рабочем режиме, это проверка имейлов, звонки с коллегами, с клиентами, то есть в таком процессе. А в целом, то есть если это какой-то выходной день, естественно, это необходимость, это вход в магазин, то есть меня и там жены, то есть кто-то идет один, там зависимости, что нужно купить, там, ну, а так, это, естественно, это времяпровождение дома, книжки, на террасе занимаемся каким-то спортом, то есть в таком плане. То есть, естественно, конечно, есть определенные ограничения, но, соответственно, в плане магазинов, то есть вот мы сейчас на прошлой неделе все онлайн заказываем, на следующий день все привозят, то есть в этом плане никаких ограничений нет, это очень удобно. Скажите, давайте о работе, именно о том, что происходит на рынке. Ну, вот есть такая жесткая оценка, и она, ее нельзя назвать совсем несправедливой, какая-то логика в этом есть, она заключается в следующем. Рынок недвижимости Испании встал. Вот какой бы глагол употребили вы, и вот что сейчас происходит? Я не могу сказать, что он стал, потому что, честно сказать, заявки идут, звонки тоже идут, единственное, что, конечно, люди еще не готовы приезжать, по одним причинам это, естественно, смотрят, какая ситуация вообще в Европе, и чисто потому, что это невозможно на данный момент. То есть все ждут, когда откроются границы и при возможности приехать, потому что если убрать момент начала вообще коронавируса, да, и так далее, то есть год в Испании, наверное, почти все мои коллеги бы согласились, что он начался очень хорошо, то есть лучше, чем предыдущий, очень большой спрос, и то есть у нас получают практически заявки, и сделки были ежедневные. И я думаю, этот тренд продолжится, единственное, конечно, что будут какие-то поправки, да, на рынке, учитывая ту ситуацию, которая произошла на глобальном рынке, и, конечно, какой будет постэффект, мы, конечно, пока еще не знаем. И, как многие эксперты говорят, скорее всего, это будет второй квартал. Там будет уже видно, ну, какой реальный ущерб на экономику всего мира, вот эта вся история с коронавирусом в Угле-Явло. Если, ну, вот ваш опыт работы сейчас на Коста-Бланке, давайте чуть-чуть назад, с чего начался год, какие тренды последние, как бы вы их обозначили, чем сейчас интересуются, ну, интересовались и интересуются просто сейчас удаленно покупатели, если мы говорим про всю Коста-Бланку, ценовые сегменты и так далее? В основном это были, это покупка недвижимости с целью инвестиций, или приобретение недвижимости с получением, так называемой, визы инвестора, или еще называемая золотая виза. То есть, в первом случае, это клиенты, которые ищут недвижимость на ранних стадиях, в основном, строительство, потому что цены у застройщиков на ранних стадиях намного ниже, чем их неконкуренты на вторичном рынке, и плюс это, естественно, срочка платежей, и на последнем этапе, опять же, возможность получения ипотечного кредитования, и уже за счет сдачи этой недвижимости в аренду, погашения этой ипотеки, либо уже получения непосредственно прибыли. Это первый такой пул клиентов, а второй клиент – это уже с чеком выше 50 тысяч евро, это тоже непосредственно приобретает недвижимость с целью получения золотой визы для себя и для членов своих семей. Ну и, конечно, есть тоже люди, которые покупают ипи для этого, чтобы переехать уже непосредственно на АПМЖ в Испанию, но это вот если брать 70% основных, это вот именно вот эти два. Скажите, ну тогда вот действительно закономерный вопрос. У нас, предположим, вот три истории. Первая – человек уже практически завершил сделку. Он, ну, или, вернее, две истории, не три, две. Человек находится в процессе сделки. При этом у него сделка с ипотекой. Вот какие ему движения имеет смысл предпринимать сейчас? Может быть, опять же, с точки зрения его бизнеса, о котором он так или иначе думает, если он хотел эту недвижимость сдавать, он привлекал ипотеку под меньший процент, рассчитывая заработать больше, да, сыграть на более длинном плече. Вот насколько сейчас эта схема может быть реальна, с учетом того, что, ну, вот этот сезон, к сожалению, начало его, по крайней мере, там, ну, май, вряд ли уже что-то удастся сделать. Надо ли ему сейчас вступать в какие-то переговоры с банком? Кому надо, кому не надо? Надо вот как себя вести, на ваш взгляд, тем, кто уже в сделке, уже, там, внес какую-то предоплату или уже просто продолжает эту ипотеку выплачивать? Ну, в любом случае, когда идет такой процесс, да, у нас уже мы сразу расписываем все рамки и этапы, да, как бы проходить сделка. То есть, если это наш клиент, то есть, у нас такие клиенты есть, те, которые и сейчас на этапе ипотечного кредитования, то есть, ну, то есть мы ждем подтверждения, либо те клиенты, которые уже сделали задаток, да, и следующий этап, это непосредственно нужно приехать сюда и подписать эту движение. Но опять же, учитывая ситуацию, пока это невозможно. Что касается, если клиенты, где они, вот, если они застряли здесь посередине, да, то процесс, допустим, получения ипотечного кредитования, он возможен. То есть банки работают. Единственное, ну, я думаю, как и во всех всех странах, банки сейчас работают вместе с государством, да, потому что они сейчас будут новые меры для стимулирования экономики и новых кредитований, да, то есть они определенное время тратят туда, то есть просто этот процесс, он будет чуть-чуть затянул. Но получить одобрение ипотечного кредитования можно и сейчас. Единственное, что это просто будет чуть-чуть затянуто, потому что, опять же, нужна оценка объекта и так далее. Но сам процесс, его можно начать и, наверное, нужно делать, потому что я думаю, для определенных объектов, таких, допустим, если это какая-то вилла, либо это апартаменты в небольшом домине, муху море, да, где люди что-то, все равно люди захотят приехать сюда отдыхать, потому что в Испании годовой приток туристов – это 80 миллионов, это огромное число, и они никуда не денутся. Поэтому и словить август – это очень хорошо, потому что август – это примерно половина всего дохода туристической аренды, которую могут получить как некий авантамент. Скажите, а вы сказали про ставки. Вот банковская ставка, ну вот сейчас, она может меняться, будет ли меняться, ваше ощущение? Ну, с учетом вот этих не совсем понятных событий, то есть вроде как в экономику деньги вольют много, а вот что банки скажут на этот счет? Я думаю, никаких определенных изменений на данном этапе не должно быть и не будет, потому что в любом случае для иностранных граждан ставка была чуть-чуть выше, чем у местных изначально, потому что это более высокие риски. И, естественно, первоначальный взнос у иностранцев, он выше, чем у местных, то есть это от 30%. Поэтому ставка, которая была на уровне 3% фиксированных годовых, я думаю, она пока еще останется и никуда изменяться не будет. Потому что у банков сейчас будет огромное количество денег, которых нужно каким-то образом циркулировать и накачивать ими экономику, поэтому я не думаю, что ставки будут как-то куда-то расти. Опять же, это все может корректироваться, да, в течение нескольких месяцев в ту или иную сторону. Но пока никаких предпосылок нет, и насколько себя ведет сейчас правительство, она пытается как бы вот эту часть, да, как-то зафиксировать, и чтобы никуда не в ту сторону не шло, потому что это повлияет на самые слабые слои населения, да, с финансовой точки зрения. Господа, напоминаю, что чат работает. Вопросы Арсению, пожалуйста, задавайте. Арсений, а вот предположим, у вас наверняка есть такие клиенты, которые сейчас находятся в процессе выплаты той же ипотеки. Как правильно поступать, если, ну, какие-то перебои возникли, причем перебои могли возникнуть, понятно, не только в Испании, а еще с чуть не с меньшей вероятностью у клиентов на родине, ну, если мы говорим об иностранных покупателях, вот что нужно делать тогда, ну, при этом клиент к вам обратился с такой проблемой, все, там, 2-3 месяца есть трудности по выплате. Что нужно делать в таком случае? Какие вообще действия вы бы порекомендовали? Ну, посмотрите, если это нашли, мы и такая ситуация сходится, мы связываемся с менеджером банка, непосредственно тот, который занимался оформлением ипотечного кредитования, и этот вопрос мы обговариваем. Плюс некоторые позиции, они прописаны в договоре, так называемые форс-мажорные обстоятельства, да, которые тем самым могут как-то сдвинуть выплаты по ипотеке. То есть, в первую очередь, если клиент сам напрямую это делал, я думаю, это самое правильное, это связаться с моим менеджером в банке и проконсультироваться с ним, потому что все-таки банки разные, условия тоже могут чуть-чуть отличаться. Но это, я думаю, это небольшая проблема, банки пойдут навстречу, учитывая такая ситуация. То есть у нас были такие случаи и до всей этой истории, когда мы чуть-чуть сдвигали в ту или иную сторону, то же самое с услугами и у застройщиков, и парасрочки, и так далее. Хорошо, скажите, пожалуйста, и тогда вопрос, ваше мнение относительно тех, кто сейчас находится в процессе выбора. Вот какую стратегию вы бы посоветовали им выбрать, поспешить, подождать недели-две, попросить поискать каких-то более дешевых объектов, более активно торговаться, отложить всю историю до окончания, ну, к сожалению, пандемии, будь она неладна. Ну, я думаю, здесь будет зависеть от того, какая цель покупки, да, то есть это капиталовложение, это инвестиции, либо это переезд, потому что каждый из этих пунктов, да, он следует определенные вопросы, да, и факторы, которые могут повлиять на скорость принятия решения при покупке недвижимости. Ну, в целом, я думаю, нужно просто, естественно, посмотреть на весь рынок, посмотреть, естественно, определиться с определенным регионом, которым клиенту понравился, да, и если мы смотрим что-то в плане инвестиций, то это пойти все равно, наверное, все-таки в какое-то новое строительство, потому что тем самым вы, во-первых, распределите свои платежи, мне сразу нужно платить будет, то есть вы можете после этого также рассчитывать на привлечение ипотеки, то есть в плане того, что это не, вы не кладете всю свою сумму, да, свободных денег сразу же в какой-то проект и потом ждете, что из этого выйдет. Здесь вы инвестируете постепенно, на каждый ваш платеж банк вам будет выдавать банковский аварь, то есть это гарантии о том, что если что-то случится с банком, либо что-то случится непосредственно с застройщиком, вы эти деньги себе вернете. То есть это такой безопасный способ инвестирования. Я, наверное, бы советовал это. И что касается, если, конечно, это уже ПФЖ, срочно надо приехать, но здесь уже совершенно другая история. Это уже будет зависеть от суммы, которую хотят инвестировать, от количества людей, есть ли дети и так далее. Все очень много факторов, да. Но мы, допустим, с нашими клиентами, мы консультируемся и уже делаем определенную выборку и подборку. По вашим ощущениям, возможен ли вариант, когда покупатели, особенно на Коста-Бланке, которая может считаться, наверное, самым интернациональным побережьем в Испании, из разных стран поймут, что или разочаруются, или в связи с разной ситуацией, опять же, в разных странах, часть из них начнет сбрасывать свою недвижимость и стараться сейчас как можно быстрее продать, что определенным образом цены снизят. Или, в общем, рассчитывать на это бессмысленно, или третий вариант какой-то промежуточный, что можно поискать какие-то точечные варианты, но это надо быть готовым очень быстро реагировать, как только такой вариант понадобится, сразу брать, покупать. Смотрите, у нас подобные слухи, да, были сразу же после того, как Британия приняла решение о Brexit, потому что на побережье Коста-Бланке, наверное, топ-3 часто покупать, это и награждение Великобритании. И все думали, что они начнут скидывать недвижимость, это сразу же чуть-чуть обладает вторичный рынок, и будут очень много горячих предложений. Этого не произошло. То есть мы, опять же, скорее всего, будем иметь третий вариант, это промежуточный, когда на рынке будут редко появляться очень хорошие, интересные предложения, но здесь нужно будет принимать решение просто молниеново и очень быстро. Потому что если хороший объект, и он ниже рыночной цены, как правило, он не задерживается больше, чем неделя на рынке. То есть очень быстро уходит. Потому что его забирают не только иностранные граждане, но и местные тоже. То есть правильно ли я понимаю, что по большому счету у вас и в начале года, и полгода назад, и год назад была ситуация, когда просто в вашей базе предложения на короткое время раз-раз вспыхивала какая-то история, просто частный продавец оказался в такой жизненной ситуации, что ему нужно быстро продать какой-то объект, и он готов просто ниже рынка его опустить, с тем, чтобы решение было принято быстро. Но не более того. Не более того. Я думаю, это всегда происходит, потому что, к сожалению, жизнь штука сложная, и у каждого определенные обстоятельства, его вынуждают продавать недвижимость чуть-чуть ниже, чем рыночная цена. И таких немного. То есть это бывает пару раз в год. Поэтому я думаю, рассчитывать, что это будет повально, я думаю, такого не будет. Вы заговорили о ПМЖ и о переезде. Тот же самый вопрос, связанный с всеми бюрократическими процедурами. Вот эта процедура, она помимо покупки недвижимости, нужно, собственно, набор документов собирать, его нужно куда-то относить, получать бумаги с одобрением или не с одобрением. Что слышно на этот счет? Сейчас процедура затягивается, или, в общем, все происходит в том же самом режиме, благо почти все происходит удаленно, и там человек должен появиться на такого рода сделки, на такого рода покупки, ну, считанное число раз? Ну, здесь, опять, если мы говорим на ПМЖ, или там на визу с золотой инвесторов, чуть-чуть процедура отличается, но в целом, поэтому нужно появиться здесь, как минимум, два раза, да, это, естественно, при подписании непосредственно недвижимости, и уже, когда недвижимость, допустим, уже зарегистрирована в регистре, ему нужно находиться на территории Испании, чтобы подать документы на золотую визу. То же самое можно делать непосредственно через консульство, если испанское консульство, то есть там у вас в городе, то есть если это мы говорим про директора федерации, это Москва и Санкт-Петербург, то есть этот процесс можно и так делать. То есть есть очень много вариаций, каким способом это можно сделать, но самая большая работа, она происходит телематически, то есть непосредственно за вас все документы будут в регистр, то есть ваш адвокат, кто ведет ваше дело, вам только нужно будет потом приехать, поставить отпечаток пальцев и получить документы. В принципе, этот процесс довольно-таки простой, но, естественно, в чем его сложность, то если не здесь находится клиент, то нужно сюда приезжать. Да, ну, то есть без этого никак. И в этом плане, это да, потому что этот процесс, и из-за этого процесса, он чуть-чуть, ну, долгий. Насколько я понимаю, сейчас никаких больших задержек по этому нету, то есть стандартная процедура, которая занимает примерно обычно 30 дней, ну, зная испанские реалии, они обычно доходят до двух месяцев, они таки остаются. То есть, естественно, сейчас, наверное, люди, которые сейчас в процессе, им, наверное, стоит ожидать какие-то задержки на 2-3 недели, по той простой причине, что очень многие уходят на удаленку, а бюрократический процесс, из-за этого чуть-чуть удлиняются. Ну, и тогда вот уже в завершающей части нашего с вами диалога, Арсений, вот Коста-Бланка, вы сами, собственно, то ли вы сказали, то ли я сказал, в общем, неважно, кто сказал, регион интернациональный. Как я понимаю, ну, то есть, представители многих стран предложили уехать. Уезжайте домой, то есть, возвращайтесь на родину и так далее. По вашим ощущениям, что сейчас происходит? Много ли осталось, ну, тех граждан России, Украины, Северной Европы, которые никуда не поехали, которые остались здесь? Коста-Бланка по-прежнему столь же интернациональна. И какие, то есть, что происходит, что говорят ваши, там, друзья, коллеги? Наверняка, среди них есть и клиенты, которые, ну, не имеют испанских, гражданства, и, в общем, перед ними стала дилемма уезжать или оставаться. Какая ситуация сейчас? Ну, из моего круга общения, кого я знаю, коллега, все остались здесь, не ехал. Потом, что касается, там, друзей-другей, ну, ситуация аналогична. Потом, если говорить, какие веют настроения, то, в принципе, все смотрит, надея, ну, позитивно, естественно, все только ждут, когда это все прекратится, но уже поняли, что да, нам нужно это перетерпеть, да, то есть там надо подождать до середины апреля, и, и все у нас наладится, все будет хорошо. То есть, в принципе, ну, люди, местные населения, сами испанцы, то есть, я не вижу в них урага, там, в разговоре, какой-то тревоги или паники, у нас нету никаких там закупок массовой туалетной бумаги и всего остального. Не было? Нет? Простите, простите, что со своей туалетной бумаги нет и не было, или все-таки это какое-то время была шумиха и закончилась? Смотрите, она была, у нас в пятницу, вот в день, когда объявили, что в понедельник начнется карантин, можно было увидеть людей, где одна тележка с продуктами, да, а вторая тележка это гора туалетной бумаги, но это буквально можно было увидеть два дня, и потом, ну, потом все пропало, то есть, сейчас эти туалетные бумаги, ну, куча-куча, я не знаю, куда ее тратят, но, я думаю, это какой-то был такой панический тренд определенный во всех странах мира, но, по сути, дефицит с этим у нас точно нет. Панический тренд, да, ну, как тратят, я думаю, люди разберутся, там, дай бог, скажите, пожалуйста, все-таки, вот, то, что вы сказали, там, середина апреля, это, ну, опять же, я безумный оптимист по жизни, но мне кажется, что, ну, так, середина апреля может какие-то послабления начнутся, но, конечно, глобально говорить о восстановлении не приходится, вот, ваши ощущения, ощущения ваших друзей, вот, знакомых вашего круга, как вы обсуждаете, как вы говорите об этом, вот этот консенсус прогноз, он какой, что это будет? в апреле, где-то, я думаю, что правительство начнет постепенно какие-то меры убирать, чтобы запускать экономику, да, ну, как экономика работает, но все равно, очень многие институты просто встали, там, отельный бизнес, все отели закрыли, трестарный бизнес, то есть, это те зоны, непосредственно, которые больше всего повлияют, страдали, да, от этого коронавируса, потому что у них все встало. Естественно, государство им помогает, им предлагает дешевые кредиты, и также не платить своим работникам определенную часть времени, пока этот карантин действует, но все равно, то есть, для них, я думаю, постепенно будут какие-то послабления, хотя, опять же, я думаю, тоже будет еще постэффект, именно в головах людей, да, не собираться в каких-то местах, массово скопления людей, в тех же самых и торговых центрах, то есть, постепенно, я думаю, этот процесс просто будет запускаться, может быть, опять же, какими-то определенными ограничениями по количеству людей, не знаю, просто там, футболиков будет какая-то другая, и так далее, потому что, это самые, те, кто больше всего, в первую очередь, пострадали, я думаю, с них надо начинать, им как-то давать уже определенные свободы, да, для действия, чтобы бизнес начал работать. И, думаю, да, где-то к началу лета, я думаю, мы как-то уже постепенно полностью остановимся. Окей, я прошу своих коллег опубликовать контакты и всех, кто хочет связаться с Арсением и с компанией Браво Состейт по завершении нашего вебинара, пожалуйста, чтобы контакты были в чате. Арсений, ну и тогда традиционный вопрос, скажите, пожалуйста, ваше такое слово, на путствие людям со всего мира. Вот у нас уже, конечно, не из 19 стран, но из 14 стран люди, а при этом еще, поскольку мы все наши видео, безусловно, выложим в интернет, смотреть будут еще десятки и десятки тысяч человек. пожалуйста. Ну, я, наверное, для тех, если кто странный, кто войду в гарантию и так далее, вообще в целом ничего страшного в этом нету, поставайтесь дома, берегите своих близких, тем более оберегайте самое, ну, ваших дедушек и бабушек, потому что они в зоне риска, потому что мы уже вторая неделя в гарантии, в этом ничего страшного нету, поэтому всем зрителям, конечно, желаю просто много здоровья, сильного иммунитета и беден, что все будет хорошо и спасибо за ваше время. Ну, что ж, друзья, спасибо огромное, Арсений Берзинш, компания Браво Состейт, спасибо большое. Дорогие друзья, теперь несколько слов, пару объявлений, которые я должен сделать. мои коллеги мне сейчас в этом, безусловно, помогут. Значит, смотрите, что мы делаем в ближайшее время. Значит, сейчас мы уходим на небольшую паузу, ну, хотя как небольшую, эта пауза продлится примерно два часа. Через два часа мне сейчас коллеги вот в чате напишут, как правильно будет сделать, будем ли мы, нужно ли будет вам переходить по этой ссылке вновь или не нужно, чтобы послушать нашего следующего эксперта. В 17.30 мы будем общаться с Алексеем Замотиным из компании Трейд Гория, которые находятся в Черногории. Посмотрим, что происходит на черногорском рынке. Я параллельно хочу сказать вот о чем. Значит, мы вот еще в начале этого вебинара мы не очень понимали реальный спрос. Сейчас понимаем, что потребность в таких вебинарах больше, чем мы могли бы ожидать. я еще не расстраивал своих коллег, которые обеспечивают всю техническую поддержку нашему вебинару. Поверьте, она требуется довольно серьезная. Так вот, но сейчас я их прям в прямом эфире расстрою. Проводить таких вебинаров будем больше, чем хотели изначально. И предполагаю, что именно вот в этом формате мы в следующий раз очень и очень постараемся собраться во вторник. Читайте объявления на сайте Прианру и просто заходите на сайт. У нас вот наши всплывашки, то есть то, что есть на сайте, и наши баннеры, они вам подскажут. То есть, если что, смотрите объявления, плюс еще есть такой раздел, раздел события. Да, вебинар продолжится в 17.30, будет доступен по той же ссылке. То есть, нажимайте еще раз ссылку. Сейчас этот вебинар через несколько минут мы завершим. Что еще хочу попросить показать вам? Значит, мы уже два вебинара точно проводим в ближайшее время. Да, вот раздел Прианру, Прианру и Венс, там информация о всех вебинарах и семинарах, которые будут проходить. Значит, в ближайший понедельник мы организуем, по-моему, в 13.00 по московскому времени вебинар, в центре которого, в центре внимания будет недвижимость Германии, но в принципе мы будем говорить вообще об инвестициях и о том, к чему приведут все вот эти рыночные катаклизмы. Сейчас вам один раз мы уже эту ссылку скидывали, я думаю, сейчас вам скинут ее еще разочек. Это ссылка на вебинар, который будет в ближайший понедельник. Это раз. И вслед за этим вам скинут еще одну ссылку. эта ссылка будет на вебинар, который состоится в следующий четверг. Мы будем целенаправленно говорить о недвижимости Таиланда, причем не просто о недвижимости Таиланда, а инвестиционных предложениях. И там я знаю от наших партнеров, которые вместе с нами этот вебинар будут проводить, в четверг они будут на этом вебинаре презентовать какое-то спецпредложение. Знаю чуть больше, но ничего больше не скажу. Пусть говорят сами. Я буду их представлять и их спрашивать. Это те вебинары, которые мы будем проводить в ближайшее время на Прианру, уже известно дата и время. Значит, первый из них 30 марта, второй 2 апреля. 31 марта, во вторник, мы, скорее всего, проведем еще один такой же вебинар с несколькими компаниями, то есть такой марафон. Чуть позже будет известно, кто там будет участвовать. Говорить будем чуть уже в иной направленности, поскольку, надеюсь, к тому времени известности в мире будет больше. А я прошу еще по-прежнему на 2 апреля презентацию вебинара сюда скинуть. Да, вот ее скинули. Гарантированный доход и правила удаленной покупки в Таиланде. Пожалуйста, вы можете зарегистрироваться на эти два. На тот вебинар, который будет в вторник, зарегистрироваться пока нельзя, но можно будет сделать чуть-чуть позже, видимо, или сегодня вечером, или завтра утром. Следующий момент. В среду и тоже анонс придет к вам. Будет вебинар с участием портала Прианру, но не на нашей площадке, а на площадке наших партнеров компании Moscow Sotheby's International Realty. Анонс этого вебинара, если не возражаете, мы просто сделаем рассылку всем, кто был зарегистрирован, все, кто принял участие в этом вебинаре, в рассылке вы получите информацию о нем. Там речь пойдет о целых трех странах, о Турции, о, опять же, Таиланде и, если мне память не изменяет, о Болгарии, о покупке Таилана. Продолжаю объявление, объявлений много. На следующей неделе, через неделю, у нас уже точно будет 8 или 9 числа вебинар по Турции, но, в общем, прианру slash events регистрируйтесь, информация будет проходить, чтобы ничего не упустить. Это так. Дальше. Покажу вам нашу книжку «Гид на жительство». Так, вот так ее надо показать. Вышла она замечательно и должна была распространяться на всех выставках зарубежной недвижимости. Больше того скажу. Она и распространяется на всех выставках зарубежной недвижимости, которые проходят, но вот на Empires и на инвест-шоу, которые проходили 13 и 14 марта в Москве, мы распространили треть тиража, рассчитывали распространить, на самом деле рассчитывали чуть меньше распространить, но народу оказалось больше, чем мы предполагали, хотя меньше, чем могло бы быть, если бы все ситуация в мире была нормальная. Но, в общем, распространили. В общем, в любом случае, эта книга есть. На всех выставках мы будем ее распространять, видим уже теперь в осеннем сезоне, но мы ее также распространяем в залах аэропортов, мы распространяем ее в бизнес-центрах, в залах аэропортов, к сожалению, в ближайшие пару недель тоже нам недоступны, но, думаю, те, кто едут за границу, мне кажется, они рано или поздно там окажутся, и, соответственно, информацию о гиде, из гида они получат. Так, вот, кстати, если я правильно понял, да, вот это вот вебинар, о котором я говорил, вместе с компанией Сотбис, вот он уже есть, его можно, на него тоже можно регистрироваться. Все вебинары, которые у нас проходят, все в дальнейшем выкладываются. Они выкладываются на нашем канале в Ютубе, на него, кстати, можно подписаться, чтобы ничего не потерять, и они выкладываются чуть позже в рамках какого-то материала, единого материала на Прианру. Мы вряд ли будем делать целых шесть материалов по итогам сегодняшнего мероприятия, но сделаем одну статью, в которой объединим самое главное и дадим возможность всем, кто что-то не досмотрел или не допонял, досмотреть и допонять. Если у вас есть какие-то вопросы к экспертам, вот сейчас или в рамках нашего вечернего вебинара самое время их задать. Знаете, что еще дополнительно даже сделаю? Я напишу сейчас вот здесь свою электронную почту, вы можете отправлять вопросы просто мне напрямую, мы обязательно свяжемся с экспертами, она очень простая. Ай, сейчас допишу, и вы все увидите. Вот прямо сюда отпишите, вот Павел из Болгарии с удовольствием расскажет. Я думаю, что Павел, мы с вами обязательно свяжемся, пообщаемся, потому что мы сейчас будем активно задействовать и всех наших клиентов, партнеров, друзей и просто людей, которых мы до недавнего времени, до сегодняшнего не знали, потому что это тот случай, когда держаться надо вместе. Так вот, зачем я написал свой электронный адрес? Если вы не успеете здесь в чате задать какой-то вопрос одному из экспертов, вы можете задать его через меня, просто написав мне письмо. Если есть какое-то сообщение, пожелание принять участие, о чем-то рассказать, тоже пишите мне напрямую на почту, мы в ближайшее время начнем уже более системную организацию. Сегодня, в общем, кое-что было сделано на коленке, видите, вот даже связь в Испании иногда не срабатывала. Так, про это сказал, про это сказал, про это сказал, ну и в заключении мы увидимся с вами, как вы поняли, в 17.30 по московскому времени и я еще раз, наверное, повторю эти слова, а сейчас хочу сказать следующее, наверное, надо было сказать, я очень рад, что мы провели это мероприятие, я очень рад, что вы пришли, судя по тому, что посетителей было много, эта тема, во-первых, актуальна, а во-вторых, к сожалению, коронавирус и все неприятности с ним связанные загнали нас в такую ситуацию, когда мы вынуждены общаться вот так и не можем обняться и не можем даже повидать своих близких. Я искренне желаю вам жизни и здоровья вам и вашим близким. Это все флюиды, которые у меня есть, я сейчас в данную секунду вам передаю и убежден, что вы делаете то же самое, потому что весь мир столкнулся с ситуацией, которая не просчитывается, которая непонятна, можно от нее отмахиваться, можно относиться к ней серьезно, это не важно, как мы к ней относимся, важно, что она все равно есть в той или иной степени. Я искренне благодарен, что вы нашли время пообщаться, я искренне рассчитываю, что мы с вами будем встречаться сейчас очень и очень часто, спасибо, Алексей, за ваш вопрос, ваше пожелание я учел, мы будем касаться и вопросов, связанных с финансовым кризисом, безусловно, и в ближайший понедельник мы об этом поговорим, и я даже вот Алексея, с которым мы будем общаться в 17.30, тоже об этом спрошу. Друзья, спасибо вам большое, то есть не устаю повторять, наверное, уже слишком много, слишком часто это делаю. Последнее объявление на Приан.ру, помимо огромного количества новостей, помимо огромного количества видео, комментариев и так далее, появилась новая, даже не кнопка, появился новый проект у нас у Приана, проект называется Приан.info. Пока он выглядит немного скромно, но поверьте мне, так будет очень короткое время. Приан.info это наш ресурс на английском языке, не англоязычная версия сайта Приан.ру, а именно отдельный сайт, который мы будем заполнять по той же идеологии, по тем же канонам, по тем же принципам, который позволил нам занять заметную нишу на русскоязычном рынке недвижимости. Мы имеем английскую версию, она не устраивала нас, она не устраивала наших зрителей, она не устраивала никого, а вот Приан.info, на котором пока есть некоторое количество объявлений и возможность оставить заявку, сообщение, запрос нашим партнерам, нашим клиентам, нашим рекламодателям, вот эта штука там работает. Через некоторое время там появятся новости и статьи, надеюсь, по популярности они будут превосходить те, что есть на Приан.ру, хотя мы и Приан.ру в этом смысле очень довольны. Ух, сколько всего наговорил. Дорогие друзья, встречаемся в 17.30 по московскому времени, небольшая пауза, значит, сейчас этот вебинар закончится, а потом по той же самой ссылке заходите и в 17.30 снова увидите меня, что не так важно, но и увидите нашего эксперта из Черногории, что гораздо важнее. спасибо, пишите, по каким странам вы хотели бы получить информацию, о чем вы хотели, чтобы мы рассказали. Мы постарались сделать наше выступление максимально полезным, надеясь, что с эмоциональной точки зрения оно точно удалось, какую-то пользу вы подчеркнули и по факту. мы это мы не ,